Спасибо, папа. На здоровье, на си. На здоровье. При том, что здесь постоянно вот это радио крутится, болтает и болтает, болтает и болтает. А шо ж такое? Где там МНДМС? Ну-ка, ну-ка. Вот он, доставай. Вау! Вау! Спасибо, бабуля. Спасибо, бабуля. В общем, это моя выдумка. Блюдо это моя выдумка, но оно очень вкусное. 15 с половиной часов не было света. Хочу посмотреть сразу, что у меня в морозильке. Всем привет, мои хорошие. Начинаю новое видео. Вы видите, я в обновочке. У меня новый сарафанчик. Зелененький такой. И он как раз подходит к шляпке. Вот, я иду в садик. Иду за Настей. Целый день сегодня трудилась. Проснулась пол четвертого, девочки. Искупалась. Сняла видео, Василек. Смонтировала, вывела. Загрузила на YouTube. В общем, целый день этим видео я сегодня занималась. А вчера я занималась другим видео. Целый день тоже. Ну, слава Богу, что я все сделала. Впереди у нас выходные. Выходные я монтировать ничего не планирую. Это видео буду снимать сегодня. Завтра. Может быть, еще и послезавтра. Ну, посмотрим, сколько там наснимаю. Чтобы длинное не было. Потому что с длинным видео сидеть, конечно, очень долго. На улице, девочки, 36 градусов. Дома у меня 25-26. Ну, 25, даже 24. Я поддерживаю прохладу и кайфую. И сейчас я вышла на улицу. Такое впечатление, что я попала в сауну. Кошмар. А суббота, воскресенье будет еще жарче. 37. Может, и выше даже будет. Так что кошмар, кошмарчик. Да, еще. Сейчас Настю хочу забрать. И там для Насти у меня два костюмчика. Заказала в Васильке. Но она не мерила их в том видео. Я просто так показала. Хочу, чтобы она сегодня померила. И чтобы забрали уже они эти костюмчики. И носили. Пока лето. Летние костюмчики очень хорошенькие. О, как жарко дышать. Не могу. О, сауна. Кошмар. Кошмар. Я вообще из дома бы не выходила, если бы необходимости не было. Честно говорю. Вот здесь вот сквознячок. Дома откроешь двери и окна. Ничего не дует. Просто какое-то удивительное чудо. Там не дует, а тут дует. Это как? Как это понимать? Так. Веревочки я убрала. Шляпки вверх. Потому что я выходила. И мне казалось, что ветерочка даже ни капельки нет. Оказывается, дует он тут немножко. Ну, значит, я веревочки сейчас отпущу. Если нужно будет. Но мы сегодня через дорогу не пойдем. Самое главное, чтобы через дорогу шляпка не полетела. Особенно, когда переходишь через дорогу. А Настин садик закрывают на месяц, на ремонт. И, в общем, детей распределили по разным садикам. И вот уже со следующей недели Настя должна пойти уже в другой. Но она не очень-то туда хочет. Ну, а что поделать? Выбора нет. Но мы ей говорим, что там будут новые друзья. Новые впечатления. Я ей говорю, может быть, там садик даже получше, чем этот. Может быть, там поинтереснее будет. При том, что ты туда ненадолго. Всего на месяц. Вот. Так что у Насте будет новые впечатления. А еще на выходные, возможно, съездит она с родителями другой бабушки своей. Так что у Насте впечатлений. Но это хорошо. Ребенку нужны впечатления. Конечно. Иду медленно, девочки. Стараюсь идти медленно в тенечке. Ну, конечно, тяжело. Воздух такой. Воздух прямо теплый. Горячий воздух. Представьте, вот если при такой температуре я как бы, да, уже почти что умираю. Как люди живут там, у кого за 40, 50 градусов. И я не знаю, как можно жить вообще при такой температуре. По-моему, никак нельзя. На улице никак нельзя. Это уже аномалии. Ну, да. 37 у нас, если будет в тени, и то это они показывают самую нижайшую возможную температуру. А как практика показывает, что она повыше, чем они говорят, пишут. Так что, я думаю, будут все 40 выходные дни. Ну, все. Мы сегодня с Настей еще планируем, ну, я так планирую, досмотреть фильм «Приключения электроника». Третью серию последнюю нужно будет досмотреть. Ну, и может быть, у нас будет время. Может быть, мы посмотрим еще что-нибудь. Посмотрим. Всем привет! Вы сегодня смотрите опять на мой выходный садик. Идем, конечно же, домой. Будем электроника досматривать последнюю серию. Сейчас вспомню, что такое электроника. «Приключения электроника» два мальчика похожи. А, да. Я же забыла. Помнишь, на чем закончилась там вторая серия? Да. Робота электроника этого похитили. Да, его похитили. Да, его похитили. Мы сейчас посмотрим, что они там сейчас будут пытать. Как друзья будут его выручать? Да, выручать или просто пытать. Ну, вот эти вот злые человеки, они может его пытать. Это ты уже фантазируешь, да? Мне так кажется, что они его пытают. Пытают, чтобы он что-нибудь сказал такое нормальное. А что он должен сказать? Ну, где он там... Где у него кнопка? Да. У него нету кнопки. Да. Они думают, что, кстати, у него нету кнопки, а вот эти вот человеки, они думают, что у него есть кнопка. Ой, что ты? Стрекоза. Стрекоза. Ой, я испугалась. А, кстати, мы в садике стрекоз ловим. Я вот прошу человекам, которые стрекоз ловили, я прошу у них стрекоз дайте. Я беру стрекозу и ее выкидываю на небо. Потому что мне жалко стрекоз. Ну, молодец. Ладно, давай, мне неудобно так идти. Тут у меня сумка тяжелая. Одна моя сумка, другая Настина. Сейчас. Девочки, несем сумки. Ну, Настя же собрала там вещи, потому что месяц там не будет. И, в общем, все вещи, которые были, там полный пакет несем. Ну, и мой пакет. А сейчас еще в магазинчик зайдем, кое-что прикупим. Так что с полными сумками пойдем домой. Ну, уже договорим, да? Она вся дома уже. Дома, да? Ну, покажи нам со всех сторон. Блузочку покажи, ручки убери-ка с пояса. Покажи, какая там резинка. Вот, классно. Штанишки какие. Ой, красивый костюмчик. Здоровский, да? Да. Нравится тебе? Нравится? Ну, здесь видишь, как костюмчик. И бриджики, и маечка. Моднячие, моднячие. Она такой фасон, она широкая специально. Ты видишь, она коротенькая, широкая сделана топчиком. Ну, это такой фасон, это так модно сейчас. Все, давай другой костюмчик сейчас одевай. О, какая прелесть. Мне нравится. Глянь, какой костюмчик здоровский, да? Классненький. Ну-ка, покрутись, покажи нам со всех сторон. Классный, классный. Хлопок, трикотаж вообще. Кулирочка. Ну, все, тебе нравятся вот котятки такие еще красивые, да? Да. Ну, мне больше нравится вот этот котик. Ну, хорошенький костюмчик. Видишь, у тебя уже и розовенькие, и сиреневые есть. Это сиреневый, тоже красивенький. Ну, носи на здоровье, давай, давай. Спасибо, папа. На здоровье носи, носи на здоровье. Доброе утро, девочки мои. На улице полпятого, суббота, тишина. И петон где-то кричит. Ну, и молодец какой. Я проснулась еще час назад. Уже кофе сижу, пью. Не спится. Жара, потому что. Полпятого на улице, а на градуснике 27 градусов. На улице в комнате 29, духота. Открыла, раскрыла я все. Полпятого, видите. И никакого дуновения нету, ни сквознячка, ничего. Жарко. Не хочется сплить с утра пораньше включать, честно говоря. Да, девочки, вот так вот проснулась я рано. И не спится мне уже. Но я уже привыкла вот в это время просыпаться. Потому что монтировать видео я заметила. Самое лучшее время это раннее утро. Когда еще все спят. Когда еще свежо. Хотя вот сегодня, видите, не свежо. Надо было спать со сплетом. Тогда бы я спала точно до утра. Ну, проснулась. Уже такая привычка. Думаю, ладно. У меня сегодня вообще-то такой свободный день. Как бы выходной. Хотя вот сейчас просидела, задумалась. И думаю, ну да. Постельное поменять надо. Сполоснуться. Постельное надо постирать. Сходить в картошку, купить овощи, какие-то там фрукты. В общем, ну готовить, правда, можно сегодня не готовить. Потому что я позавчера сварила борщ. У меня там гречка с мясом есть. Компот есть. В общем, есть что покушать. Вы знаете, я люблю, когда вот такой внезапный выходной. И вообще сегодня должна была быть со мной Настя. Но у Наташи сегодня образовался выходной день. И она сегодня будет с Настей. Поэтому я сегодня отдыхаю. Завтра я иду к Дене, к дочке. Днем. В общем-то, у меня до завтрашнего дня свободное время. Но я уже видео, которые нужно было срочно, я уже смонтировала. Все сделала. У меня последние два дня вообще я провела их на ногах просто. С утра до вечера. Это кошмар, конечно. Ну, подустала, да. Надо отдохнуть. Глазки недоспавшие. Но я вообще сегодня еще думаю, может быть, днем у меня выдастся все-таки возможность доспать. Я думаю, так, с утра поделать какие-то свои дела, а днем подсплит уснуть. Надеюсь, будить никто не будет. Вообще, очень часто меня будят, знаете, вот какие-то по телефону тилин-тилин. И постоянно вот я так задумаюсь, какие-то идут сообщения. Все это такое навязчивое. Навязчивое, но мало того, что сообщения, еще и звонят и начинают предлагать какие-то услуги. Там что-то, то золотую карточку возьмите, то приглашаем вас на бесплатное чего-нибудь, бла-бла-бла. Бесплатное бла-бла только в мышеловке, да. Вот. И вот это все отвлекает. Только вроде уснешь. И кто-нибудь позвонит, что-нибудь. Это какая-то вот это информационное поле давит, давит. Вот. Ну, сегодня выходной день. Я люблю выходные дни, когда вот это вот всякие навязчивые услуги не оказываются. Я смотрю, кажется, да, голубым прямо улица. Но на самом деле нет. Вот так выглядит на экране, как будто там голубой экран. Вот. Так что сейчас пью кофе, пока раскачиваюсь. И, в общем-то, если что-то у меня сегодня будет интересненькое, я тогда сниму. А если нет, то тогда уже завтра буду снимать. Сегодня хочется вообще никак не напрягаться. Хочу выходной сделать, никак не напрягаться, а вот вообще не получается. Ну, во всяком случае, это все не напряжно. И это все так, знаете, не обязательно срочно-срочно. Просто вот я люблю, знаете, немножко шевелиться все-таки. Тем не менее, когда выходной, я люблю просто больше отдыхать. Но все равно между отдыхом немножко шевелиться и что-то делать. Сегодня, видите, уже запланировала и стирку, и в магазин сходить. В общем, короче говоря, вот такие вот дела. Хочу вам сказать, вот этот сарафанчик. Самая лучшая модель. Вот вообще просто два прямоугольничка. Вот здесь вот сделать для веревочки сзади. Продеть веревочку. Их кайф. Это она свободненькая такое. Я вообще кайфую по дому ходить вот в этом сарафане. Еще я хочу сходить в фикс прайс. Но я не знаю, пойду я сегодня или нет. Вот к открытию уже все равно жара на улице. Но туда зайду или не зайду. Ну, я уже так написала себе небольшой списочек. У меня такой маленький блокнотик. Лежит все время под рукой. И я пишу, что нужно купить. Смотрю, закончился лук. Пишу там лук или что-то. Тут я написала фикс прайс. Ну, там по мелочи, по мелочи кое-что нужно прикупить. Но, опять-таки, это все не прям срочно сегодня. Но если сегодня будет, возможно, заскочу туда. Так, может быть, что будет интересно, сниму. Ну и все. В магазин мне вроде бы не надо. Я вчера зашла, купила хлеб, сметанку. И мне только нужно будет зайти в ларек. Вот там, где овощи, фрукты. И, в общем-то, там прикупить. В магазине, кстати, картошки хорошей не было. Была такая не очень. Стала я ее брать вообще. В ларьке может быть хорошая картошка. И подешевле. Сейчас у нас даже вот в ларьке, который, казалось бы, не самый дешевый. И, тем не менее, там сейчас овощи и фрукты, они получше к качествам и подешевле стоят, чем в пятерочке. Так что, вообще рядом. А еще я хочу вам сказать, девочки, спасибо всем, кто написал мне, какие посмотреть фильмы, сериалы. Я все это выписала. Прям целый список себе написала. Ну, что-то я уже видела. Что-то буду пробовать смотреть. Может, зайдет. И, в общем-то, я думаю, что утром я завершу все свои дела. И, в общем, хочу сегодня так вот завалиться на диван, включить сплит уже. И включить какой-нибудь там сериал, смотреть. Мы, кстати, с Настей вчера досмотрели приключения электроника. И начали смотреть про красную шапочку. Фильм 77-го года вообще. Яна Попласская там еще, маленькая девочка. Ну, мы начали смотреть фильм. Посмотрели буквально там часик, наверное. И уже за Настей пришел папа. И они ушли. Отдала Насте костюмчики. Покрутилась она в них радой, довольная, в общем. В общем, она костюмчики примерила. И потом мы с ней уже просто лежали, смотрели фильмы. И кушали периодически. То покушаем одно, то покушаем другое. Вот. Не буду вас больше завалтывать. Начну сейчас потихонечку шуршать. По дому что-то делать. Пока еще. Пока еще, хотела сказать, свежо. Но не свежо. Был бы ветерочек, было бы классно. А ветерочек, он настолько слабенький дует. Что можно сказать, что это просто штиль. И все. Ладно, попозже к вам вернусь. Все, девочки. Вышла я из дома. Сейчас 10 часов. На улице 30 градусов. Жарище страшное. Дома прохладненько. Все сделала, что хотела. Даже уже часик вздремнуть еще успела. Но решила, что лучше выйти пока 30 градусов. Потому что позже будет уже 37-38 в тени. И я уже точно не буду. Вот иной раз не хочется выходить на улицу в такую жару. А надо. В общем-то, я со списком долго задержаться не собираюсь. Хочу зайти в фикс прайс. По списку там взять, что надо. Ну так, бегленько посмотрю. Может, что интересное будет. И потом вот в ларечек сюда, за фруктами и овощами. Все. И домой скорее-скорей. И больше, чтобы сегодня из дома никуда не вылазить. Первым делом я иду в фикс прайс. Благо, что это находится рядом. Что не нужно далеко идти. Так бы я и не пошла. Так, заходим. Спускаемся. Надо еще масочку надеть. Там очень строго с этим требуют маски. Тут у нас еще секонд. Секонд я не хожу. Но запах у них стоит, конечно. Вот так. Налево фикс. Так. Ну, в общем, вот я захожу. И первое, что я вижу. Всякие вот эти для волос. Сумочки. Зеркала. Рамки. В общем, наверное, не буду. Я тут задерживалась. Потому что из этого товара мне ничего не нужно. При том, что здесь постоянно вот это радио крутится. Болтает и болтает. Болтает и болтает. А что ж такое? Ну, им так положено. Я так понимаю, что им положено. Так. Хочу глянуть здесь маленький какой-нибудь отрывной блокнотик. Чтобы писать себе записки. Я не вижу ничего маленького. Записки в магазин. Вот такой вот блокнотик я как-то брала. Отрывну. Без липкой ленты. А сейчас таких тут нету. Так. Ладно. Так. Посмотрим алмазики. Может появилось что-то новенькое. Пока что я вижу все те же картинки, которые я уже сделала. Но его не вижу. Так. Сейчас руку вторую освобожу. Посмотрим. Так. Тряпочки из микрофибры. 8 штук. 99. А 5 штук. 55 рублей стоит. А вот эти мне как-то больше нравятся. А еще есть розовые. Ой, какие. Набор. Смотрите, какой прикольный. Да. Делали. И вот синий тоже. Разных тонов делали. Да. Мне вот такие почему-то нравятся. А вот есть побольше. 30 на 35 штук. Мне большие не надо. Мне нужны маленькие. У меня большие есть. Но я маленькими пользуюсь. Не жалко выбросить. Так. Вот такая штука у меня есть. Я хочу еще одну. Но вообще пластмасса, которая продается в экспрессе, она со временем крошится. И я боюсь, что она может не выдержать. Мне хочется металлическую для пробы еще взять. Если есть тут. Так. Вот есть черная. Там вижу дальше вроде белая. Надо посмотреть, порыться тут. Вот еще такие 55 рублей стоят. 5 штук разноцветных. Они не в упаковке. Но тоже 20 на 30. В общем, нормальные. Такие вот надо их взять. Зачем до 99, если можно взять за 55. Все, девочки, сгоняла. Прямо мухой слетала. Фикс прайс и флорек. В общем, ежедневки взяла 77. Вот этот вот скотч большой 77. Взяла вот эти вот салфетки, тряпочки 55. Вот такой металлический крючок я взяла. 55 рублей. Короче, пергамент для выпечки попался. Я вспомнила, что нужен 50 рублей. И вот еще появилась каша с изюмом. Не было раньше. Но также взяла абрикосовую, яблок. Яблоки, в общем, 10 пачек разных. По 5 рублей. Вот мне эта каша нравится. И цена мне тоже нравится. Хороший состав. Ничего лишнего нет. Все там натуральное. Ну и зашла в ларек. Я за овощами, фруктами купила вот картошечку хорошую. Правда, цену не спросила. Ну, я думаю, она там как стоит, как обычная картошка. Ну, молодая, конечно, естественно. Вот в гроздьях был виноград кишмиш. Но в гроздьях он чуть-чуть зеленоватый. Я знаю, немножко кисловатый. Когда он становится чуть-чуть золотистым, вот тогда я люблю, я знаю, что он будет сладкий. Я взяла вот этот большой стакан. 50 рублей стоит. Вот я этим как раз виноградиком буду наслаждаться. Взяла 2 нектарина. Ну, 250 рублей килограмм. Он уже такой, чуть мягкий. Он должен быть сладкий. Ну, и помидор розовый. 80 рублей килограмм. Перец болгарский. 80 рублей килограмм. Укропчик еще взяла. Все, больше никуда не пойду. Девочки, из дома выходила нормальным человеком. Вот прошлась буквально рядом. Все, я пришла вся мокрая. На улице просто невозможно. Какие там съемки. Я бегом-бегом, прям что называется, мухой слетала. Все, теперь сейчас я все рассую. Мороженое еще купила в экспрессе по 25 рублей. Покушаю мороженое и лягу. Буду сегодня прямо расслабляться и лежать. Постелила новую постельку. Вот это наволочки, которые я брала. Постельки последние. Вот последний мой заказ. И вот как раз, видите, простынь такая же. Точно. И еще такая простынь. В общем, короче, я сегодня купалась утром. Там она как будто не купалась. Можно опять залазить в душ. И вот такая жара. Несмотря на то, что сплит у меня работает сегодня целый день. Я его не выключаю. Прямо утром как включила, наверное, в 7 часов утра. И все. Ветер прям горячий на улице. Сейчас какой-нибудь, может быть, включу сериальчик из тех, которые вы мне рекомендовали. Ну, попробую один-другой. Что-то, может быть, зайдет. Я хочу, чтобы прям я туда вошла, в сериал. И целый день была в этом сериале. Прям не выходила из него. Хочу сегодня день провести вот буквально на диване. Ничего не делать и ни о чем не думать. Все, что нужно было сделать, я утречком быстренько раз-раз все сделала. Так что сегодня день у меня отдыха. Вот так вот, девочки. Доброе утро, девочки. Я проснулась сейчас с полшестого. Открыла окно. Смотрю, ни один листочек не шлопнется. Ни один. Вообще полный штиль. Совершенно. Не трепещется. Кошмар. В общем, жара сегодня будет 38, а завтра будет 39. Все, девочки, вышла я на улицу. Еду я сейчас к дочке. Но сначала мне нужно зайти в магазин. Кое-что с продуктов взять. На улице жутчайшая жара в духахта. Просто нереально. Просто. Ух, сауна, кошмар. Читала ваши комментарии. Кто-то пишет, что в Краснодарском крае осень. Холодно осень. Ой. Ну, я думаю, что там не настолько прям холодно. Ну, наверное, прохладненько, хорошо. Но то, что такая вот жара, это ничего хорошего, конечно, нет. И если бы не необходимость, я бы из дома, из-под сплита не выходила бы. Вот. Но детей надо выручать. Поэтому выхожу. Ну, ничего. Сейчас быстренько в магазин. Там прохладненько. Я, а потом в такси, надеюсь, в такси будет тоже работать кондиционер. Так что быстро быстро. Ой, только от дома отошла. Мне уже дурно строгали. Пошмар. Мне сейчас глаза выпадать будут. Ужас. Вот в таком зелененьком сарафанчике. Здравствуйте. Заходите. Всем привет, привет. Да или нет? Будь целую бабушку. Милочка, косточка моя, лапочка. Привет, малышка. Привет. Бабушка пришла. Ты понюхай, бабушку уже определила, да? Где Мандем? А, бабушке надо вещи понюхать. Где там Мандем? Ну-ка, ну-ка. Вот он, доставай. Вау. Вау. Спасибо, бабуля. Спасибо, бабуля. На здоровье. Так, я там сок, сыр купила. Ну, чуть-чуть на этот, на соус. Дыня грызет, яблочко. Смотрит мультик. Я готовлю, ну, вот это вот то, что я готовила тогда. Соус типа, типа мысыха, типа, короче, кабачки, баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук. И будет еще там зелень. Ну, зелень можно укропить, ручка, у меня только укроп. Фарш. В общем, первым делом лук с фаршем я обжарю. Это буду в мультиварке готовить. Режим жарка 10 минут. И кубиками порежу все эти овощи. И все. Соль, зелень. Соль можно посредине. Зелень, лавровый лист. В общем, в конце можно будет зелень бросить. Все. На режим тушения поставлю. На час в мультиварке все приготовится. Очень вкусное блюдо. Любимое блюдо моей дочечки. Я решила для нее это блюдо вот приготовить здесь. Спросила, что я просто хочу тебя снять. Отойди я тебе весь. Отойди. Отойди я тебе весь вертикал сниму. Весь вертикал. Вот розовые эти сандалии с розовым, черным. Да. Да, и яркая такая. Слушай, она у меня, между прочим, на экране ярче даже, чем вот в этом. В реале? Чем в реале. Нет, она сама по себе яркая. Ну, красивая, красивая. Я по улице гулять буду мало. Будем все время в помещениях сидеть. Поэтому в нашу жару, в принципе, нормально. Она легкая, синтетическая. И сейчас там кондеры будут. На улице сауна, а не жара. На улице сауна, да. Так что мы по кондерам. Ладно, мы тебя ждем. Красотуля наша. Денечка, а ты будешь кушать гречку с мясом? Да. Это гречка с мясом у тебя? Кушай. Ты просила, я тебе сделала. Давай. Да. Ты моя красотуля. Моя косочка. Моя косочка. Моя маленькая моя. Ты моя красотуля. Бабушка готовит там, да, с мясом возится. Ну, ты давай полегче меня кусай. Ты же не злобная кошка. Давай пять. Пять. Вот такая. Пять скажи. Бабушка, пять. Давай. Вот так. Вот. Все. Все. Когда я бабушку люблю, это я заигрываю с бабушкой. У тебя моя лапочка маленькая. Людька маленькая такая. Оп. 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 Я прям подошла, а ты сразу прям встрепенулась, да? Тебе надо сразу уже со мной заигрывать. Петюлю давай. Петюлю давай. 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 Нет, я тебе кусаться не позволю. Нельзя. До конца осталось, девочки, 17 минут. Посмотрим, что тут. Ой, как хорошо все тут варится. Тушится, вернее. Это режим тушения стоит. Я немножко еще водички добавляла, чтобы не было сильно густым. Вот. В общем, останется, когда минут 10 я закину зелень. Уже посолила, лавровый лист скинула. Перчить не буду. Не знаю, дочка хочет перченое в тарелке поперчить. Все. Вот такое получается. Все кубиками порезала, покидала чуть-чуть водички, режим тушения. Все. А где Дыня? Дыня в домике сидит, да? Вот такой порядочек Дынечка у нас наводит. Ну, чем бы дитя не тешилось, да? Пусть занимается. А я, девочки, сажусь кушать. У меня соус. Вот этот. Я даже не знаю, как это блюдо назвать. Но это как типа мысаха, но это не совсем оно. В общем, это моя выдумка. Блюдо это моя выдумка, но оно очень вкусное. Девочки, я приехала домой, а у нас нету света уже несколько часов. Люди повылазили, во дворе сидят, потому что дома душно, темно. И не телевизорнее посмотреть. И еще и духотища такая. В общем, короче, ну, позвонили, вроде сказали, начали свет включать. Но света нет во всей Александровке сейчас. Я пока ехала от дочки на такси. Все светофоры выключены, ни один светофор не светится. Вот. Но я смотрю, где-то там вот на той стороне, в ларьке, там что-то красное загорелось, вывеска. Но надеюсь, что начнет сейчас потихонечку свет появляться. Очень-очень на это надеюсь. Потому что больше всего, конечно, жара. Нужен сплит и нужен телевизор. Всем доброе утро, девочки мои. У нас до сих пор нет света. Я проснулась сегодня полпятого. Двадцать минут шестого уже. Вот тут села возле окошка, дверь открыла, окна открыла все. Хотя ветра так особо нет. Он легкий-легкий такой ветерочек. В общем, сижу, пью кофе. Кофе холодный, естественно, пью, растворимый. Благо, что он растворяется в холодной воде. Ну, вода у меня кипяченая в графине есть, но холодная. В общем, растворила кофе, сижу пока тут. И вот не знаю, что. Что будет дальше, что будет сегодня. Вчера вечером свет дали на той стороне проспекта, а вот эта сторона наша вся без света. Магазины, которые рядом, тоже без света. Это вообще ужас какой-то. Если меня не очень хорошо видно, то это значит, что подсветки нету, девочки. Но я надеюсь, меня видно, я-то себя вижу. В общем, короче говоря, сижу, холодный кофе пью и думаю, что у меня там в холодильнике творится. Ну, у меня аккумулятор холода есть в дверце в морозилке, но не до бесконечности. У нас света уже нету 12 часов. По-моему, полпятого, мне соседка говорила, вчера отключили свет. А в морозилке у меня там пельмени, мороженое из такого быстротающего, да. Ну, и там пару кусочков мяса. В общем-то, морозилка у меня, слава богу, сейчас не забитая, не полная. Но это все может испортиться, пойти на мусорку это все. А в нижнем отделении у меня там тарелка борща осталась. Ну, икра, вот икра жареная, икру я так поем. Я вчера открывала нижнюю часть холодильника, холодильное отделение. Вечером уже перед сном кушать-то захотелось. Вот поела я свою икру, доела там кусочек колбасы был, масло, сыр, овощи там. Ну, в общем, там, по-моему, такого особо ничего такого нету. Чтобы прямо было жарко. Ну, возможно, что все, что в холодильнике есть, ну, не все, но, может быть, что-то там придется выбросить. Ну, не так-то много, по крайней мере, не так-то очень жарко. Жалко, да. Ну, вот я не знаю, что будет дальше. Я думаю, что надо будет звонить, когда нам дадут свет, что к чему. Пока телефон еще не разрядился, вот я снимаю вам на телефон хоть что-то. А никаких дел сегодня делать не получится. Ни готовить, ни снимать, ни монтировать, ни телевизор посмотреть, ничего. Я не знаю, сейчас пока что еще не очень жарко. Но хотя уже температура поднимается, сейчас уже 27-28 градусов. А сегодня самый жаркий день. Вообще 39 в тени, я смотрела вчера по прогнозу. И от жары, конечно, мы будем тут все умирать. Ну, вода благо есть, можно в душ нырять. Но душ, это так, вот знаете, из душа вышло, через 5 минут уже обтекаешь. Это, конечно, жесть. В общем, короче, не знаю, что я буду сегодня делать. И не знаю, что будет у меня с продуктами. Ну, я об этом вам уже расскажу попозже там, по-любому. Чем все это закончится, я вам расскажу, вы узнаете. Ну, в общем, сижу, никаких планов, не знаю, что делать сегодня буду. Прям даже не знаю, что сегодня делать. Сейчас сижу у окна, более-менее свет попадает. Не, ну, потом светло будет в любом случае в комнате. Это не проблема. Я думаю, что сегодня свет нам должны починить, должны свет дать. Во сколько, неизвестно. Ну, уже рабочий день начался. Вчера выходной, там, вчера дежурные какие-то там ремонтировали. Почему они нам свет не дали, не знаю. Хотя вечером я звонила, и мне диспетчер сказала, что свет уже начали давать. Поэтапно там, по чуть-чуть. Но почему-то до нас они не добрались. В общем, надеюсь, свет дадут, жизнь пойдет дальше своим чередом. Но сейчас вот пока сижу, пью холодный кофе. Больше мне делать сейчас нечего. Жду, пока соседка проснется. Хотя соседка вчера допоздна уже у своей подруги там осталась, у которой есть свет. Она поехала к мне телефон зарядить. И, в общем, я уже в 10 часов спать ложилась. Она говорит, я пока у подруги, пока свет не дадут, пока у подруги. В общем, не знаю, пришла она домой ночевать или нет. Я в 10 часов уже вырубилась. Ой, посмотрела ютубчик по телефону, но не стала прям уже совсем разряжать телефон. Думаю, надо хоть чуть-чуть подзарядки оставить, чтобы какая-то связь еще оставалась у меня была. Ну, в общем, вот так вот пока. Вот такой вид у меня сейчас вырисовывается из окна. Я сижу у окошка и, в общем, смотрю. Я смотрю, верхушки деревьев колышется. То есть ветер с той стороны, как бы ветерочек какой-то есть, да. Вот они наверху там колышется. А у меня вот тут напротив еле-еле. Ну, вот я сижу, как будто у меня нету никакого сквознячка. Так, чуть-чуть. В графинчике чуть-чуть вода кипяченая. Ну, кипяченая закончится. Буду пить просто отфильтрованную, не кипяченую. Хорошо, что можно кофе растворить. Вот сижу в окошко гляжу и думку думаю. Позвонила в диспетчерскую. Говорят, работы ведутся. Я говорю, что-то так медленно ведутся. В полу Александровки нету света до сих пор. Девочки, такая рань, а у меня 31 градус уже. В комнате на улице 28, 29 даже уже. А время только пол седьмого утра сейчас. Ну, проснулась моя соседка. Сейчас она придет ко мне. Мы с ней попьем холодного кофе. Я с кофеином, она без кофеина будет пить. Кофе просто отфильтрованная вода и не кипяченая. Но хорошо, что растворимый кофе растворяется. Ура, девочки, дали свет. 15,5 часов не было света. Хочу посмотреть сразу, что у меня в морозильке делается. Так, что у меня тут? Мороженое, девочки, не растаяло. Пельмени не растаяли твердые. Отлично, все замороженное. Это потому, что у меня здесь есть аккумулятор холода. Он долго сохраняет холод. Отлично просто. Класс. Все, убираю наши посиделки. Холодильник размораживать не буду. Там все нормально сейчас. Быстренько поставлю телефон на зарядку. Девочки, достала я пельмешки из морозилки. И вот, ну, уже сейчас, уже прошло где-то часа полтора, как свет дали. Пельмешки все отдельные. Ничего не слиплось у меня. Но, тем не менее, я решила их пожарить. Просто пожарю их на растительном масле. Будут у меня такие маленькие мини-чебуречки. Вот такие вот. Не знаю, я что-то спереплогу решила их пожарить, потому что, думаю, я думала, они немножко, может быть, даже слиплись. Ну, не слиплись. Но все равно уже пожарю. Уже настроилась на жареные пельмени. А кто из вас любит жареные пельмени? Кто-нибудь их делал? Ну, я думаю, многие делали, но, наверное, не все. Вообще, это называется, знаете, еда студентов. В студенческие годы мы часто жарили пельмешки. Но, если кто не знает, я вам хочу сказать, на разогретую сковородку надо налить растительное масло. И масло так, чтобы его немало было. Я сейчас налила, вроде немало. И когда уже масло разогрелось, отправляем туда пельмешки. Ну, вот у меня как раз на сковородку пачка полностью вся улеглась. Вот они поджариваются с одной стороны. Потом их надо будет просто перемешивать, так, чтобы они подрумянились со всех сторон. Ну, и в конце можно будет накрыть крышкой ненадолго. Хотя, если вы любите их, чтобы они были хрустящие, корочка, можно не накрывать крышкой. Они тогда будут сверху хрустящие, а внутри сочные. В общем, жарить я даже не помню, сколько времени, но пока они со всех сторон не подрумянятся. Когда почувствуете, что они готовы, можно попробовать будет. Вот, тогда и выключать. Их можно есть как горячими, так и холодными. Ну, напоминает маленькие чебуречки. Пельмени начинают брызгаться. Это хорошо, если вот есть экран. Этот экран защитит вас от брызг. И варить нужно их на сильном огне. Достаточное количество масла, чтобы его немало было. И перемешивать почаще. Убавить мощность можно будет позже, когда они со всех сторон уже подрумянятся. Ну, по крайней мере, когда затвердеет уже корочка, чтобы они не слепались. Так, закрываем. Закрываем. Все, надо вытяжку включить. Включаю вытяжку, подскажариваю дальше. Вот такие вот хрустяшечки у меня, чебуречечки мини получились. Я выложила их на салфетку, чтобы они вобрали в себя лишнее масло. И уже можно их просто кушать. Вкусненькие. Можно со сметанкой, можно так. Девочки, ну раз уже свет дали, в общем-то, наснимала я уже много, хочу видео это уже смонтировать. И, кстати, хочу вам сказать, я смотрю сериал «Рассказ служанки». Уже второй сезон начала смотреть. Первый сезон сначала мне показался он немножко растянутым, этот фильм, ну и немножко скучноватым. Хотя мне было любопытно, что же там будет дальше. И вот второй сезон, я смотрю, все больше и больше раскручивается сюжет. В общем-то, хочу сказать, интересный, да, интересный сюжет. В общем, это триллер, этот фильм не для детей. Там есть сценки пикантные, где детям смотреть нельзя. 18+. Вот. Но, в общем-то, зашел мне этот фильм. Я сейчас с удовольствием смотрю второй сезон. И, в общем, сегодня целый день я буду заниматься этим. Ну и видео монтировать параллельно. И, в общем-то, смотреть. Сегодня у меня день отдыха. А с завтрашнего дня у меня начнется куча дел, но это будет уже другое видео. Ну, поэтому я с вами прощаюсь, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok